В Украине появится новая криминальная разведка. Об этом заявил глава нацполиции Сергей Князев и добавил, что это будет украинское ноу-хау. О том, когда же наконец расследуют резонансные преступления, пока ни слова. Напомню, что до сих пор никому даже не объявлено о подозрении в делах об убийствах журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, свидетеля по делу Януковича российского политика Вороненкова. Молчит следствие и по делу перестрелки в селе Княжичи под Киевом. Из самых свежих примеров можно вспомнить дерзкое убийство мужчины в столице возле одного из ТРЦ на глазах у десятков свидетелей. И тем не менее, в МВД продолжают создавать новые подразделения. Подробнее о криминальной разведке в нашем материале. Без агентуры и вербовки. Полиции заговорили об очередном ноу-хау. В этот раз намерены обновить штат, точнее методы работы разведки. И если во всем мире существует практика внедрения копов в преступную группировку, то в Украине почему-то от этого решили отказаться. Что касается отхода от традиционных методов, агентуры, внедрения и вербовки, это вообще не вяжется с здравым смыслом. Потому что любая разведка в любой стране во всем мире, она как бы строится на этих трех китах. Вербовка, агентура и внедрение. В каждом дворике на скамейке будет сидеть разведчик с семечками. Так уже шутят в социальных сетях о новациях в нацполиции. А вот эксперты убеждают, подразделение попросту не будет работать. По их мнению, это обыкновенный популизм, ведь отказаться от традиционных методов разведки невозможно. Где вы видели преступника, который придет к вам и сам скажет, да действительно вы знаете, мой коллега по работе обокрал банк. Вот нету таких сотрудников. Или же, если уже они декриминализировали закон об оперативно-розыскной деятельности, то вводите меру благодарности за информацию. Тогда будут один на другого стучать. Криминалисты уверены, такие действия очреваты лишь одним. И так низкая раскрываемость преступлений станет еще меньше. И криминогенная обстановка в стране может скатиться до уровня лихих 90-х.